Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас опять тема дизайна. Вообще, современные графические редакторы существуют для того, чтобы помогать нам в делах наших насущных, а не наоборот. Они просты, ориентированы на пользователей и, главное, они все больше уходят в сегмент доступных, а то и вовсе бесплатных. Причем заветная For Free никак не сказывается на их качестве, а в случае с программой, которую мы рассмотрим сегодня, даже наоборот. А рассмотрим мы Gravit Design, программу для работы с векторной графикой. Это не просто бесплатно, а это очень бесплатно. Здесь даже регистрироваться не нужно, хотя если вы хотите воспользоваться Gravit Облаком, лучше зарегистрироваться. Так как интерфейс онлайн приложения и скачанный, программа ничем не отличается, я все-таки ее скачаю и буду работать с компьютером. Мне почему-то так спокойнее. Тут мы выбираем, что будем делать. На самом деле, это все просто определяет соотношение сторон. Выберем просто А4. Итак, программа Gravit Design относится к программам, работающим с векторной графикой. В отличие от растровой, где рисунок можно сравнить с обычным рисунком на физическом носителе, вектор — это математическое описание рисунка. То есть, линии, кривые, геометрические фигуры и так далее. Есть информация о толщине линий, заполнении их цветом, но все это не физический рисунок, который, если нужно изменить, необходимо стирать или закрашивать, а всего лишь информация. Меняете информацию, меняете рисунок. Начнем мы с обзора интерфейса. Он выглядит достаточно дружелюбным, но это лишь видимость. Тут очень много всего, и все я не охвачу. Расскажу в общих чертах, а потом мы что-нибудь сделаем, и станет более понятно, что здесь для чего. Итак, в определенном смысле стандартное верхнее меню. Здесь ниже уже специфические инструменты для работы с изображением. Масштаб. Масштаб, кстати, надо привыкать менять с помощью колесика мыши и зажатой кнопки control. Эта кнопка подравнивает масштаб под размер страницы. Здесь, там, где есть треугольники, есть упадающее меню с дополнительными инструментами. Вообще, hand это рука, то есть вы двигаете с ее помощью весь лист, но это также удобнее делать левой кнопкой мыши при нажатом пробеле. Это магнит, то есть привязка к направляющим. И дальше уже рисование. Это выделение объектов, причем выделяются они по-разному разными инструментами. Далее путь или кривые. В том числе это кривые безе. Они могут быть линиями или, если замкнуть, они образовывают произвольные фигуры. Но об этом позже. Здесь уже непосредственно фигуры. Если нажимать shift при рисовании, то фигуры будут правильными. Круг, квадрат и так далее. А здесь текст. Просто текст. Стандартный. С дополнительными настройками, как в Word. Гарнитура, размер, цвет и все остальное по списку. Далее манипуляции с объектами. Отобразить по вертикали, по горизонтали. Повернуть против часовой стрелки и по часовой стрелке. Естественно, объекты можно изменить и по линиям управления. Играть с масштабом и пропорциями, и вращать. Далее вкладки, отвечающие за взаимодействие объектов. Сейчас под каждый объект у нас есть отдельный слой. Они обособлены. Можно выделить два и более объектов и нажать группу. Тогда они станут как бы единым целым, единым объектом. Но при этом, если зайти в группу, ими можно управлять раздельно. Эта вкладка отвечает за взаимодействие объектов при пересечении. Это, в общем-то, тоже, но по-другому. Тут меняется положение объектов относительно друг друга. То есть объект можно переместить на передний план, на задний план. А здесь обильное количество настроек по каждому конкретному объекту, с которым вы работаете. В том числе здесь есть минимальный набор эффектов. Например, можно разблёрить что-то или наложить тень. Все, естественно, регулируется. Слева, как я уже сказал, есть вкладка со слоями и библиотека изображений. Разные всякие. Причем все они в кривых. То есть у вас в руках полный набор давления, воздействия и изменения. Как я уже сказал, тема обширная. Это полноценный графический редактор, а значит самоучитель по нему должен занимать минимум часов шесть. По крайней мере, вы увидели все инструменты, какие здесь есть. Давайте теперь попробуем что-нибудь с помощью этих инструментов сделать. Вот, например, логотип Facebook. Давайте отрисуем такой же. Я принципиально не буду его обводить, а нарисую сам. Итак, самое простое это квадрат. Нарисовали. С цветом сложнее. Ну, предположим так. Настроили квадрат, загнули углы. Теперь второй квадрат. У него нам не нужна заливка, а наоборот нужна обводка. Ее-то мы и возьмем. Теперь вот этот белый засвет. Он как раз делается с помощью кнопки клип. Ну вот, такая история. По цвету не очень. Все-таки я не художник, в цвет попасть быстро не могу. Но если бы посидел, попал. Буква F. Ее можно просто поставить с помощью текста. Нужно только знать нужный шрифт. Я не помню, какой он у Facebook. А можно нарисовать. Давайте нарисуем. А вот тут уже надо рисовать кривыми. Точки, которые вы проставляете, они не просто точки. Их нужно выделять вот этим инструментом, и тогда можно их превратить в кривые. И вот так, загибая, вы можете нарисовать любую кривую. Это кривые без Е. Они могут сначала показаться странными и сложными, но если к ним привыкнуть, это очень удобная вещь. И все. То есть, конечно, получилось кривенько, но это потому, что совсем много времени я потратил. Ужасно длинный скринкаст. Вот так сохраняю готовый рисунок. Видите, PNG, JPEG, PDF. Лучше PNG. Все. Имеем готовый логотип. Не идеальный, но сделанный собственными руками. Adobe Illustrate, ближайший аналог Gravit дизайна, имеет ряд дополнительных функций. Это, наверное, хорошо, но, во-первых, он платный, а во-вторых, нужны ли эти функции простому смертному? Мне нет. Все, любите друг друга, изучайте кривые без Е, подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.